Панфиловцы У нас были планы, но я их не раскрывал никому и не раскрывал их на самом деле до сих пор. Я объяснял все время это тем, что планы планами, но имеет смысл рассказывать о новой большой работе в тот момент, когда уже будет понятно, что она реально состоится. Когда будет пройдена некая точка невозврата. У нас в тот момент не было даже сценария. И вот все это время мы на самом деле работали над новым проектом, работали над сценарием и вообще прорабатывали историю и думали о том, как это все будет реализовано. И вот только сейчас реально об этом можно рассказать. О том, что это такое, что это будет и о чем это. Но прежде чем рассказывать про новый проект, я бы хотел все-таки подвести итог истории с фильмом «28 панфиловцев», в котором вы все принимали участие. И который, в общем-то, по праву я считаю нашим общим фильмом. Это вообще удивительная история. Мне надо сказать, что мне чрезвычайно дорого то, что все люди, которые поддерживали проект, их имена теперь выжжены в титрах фильма навсегда. Как-то меня это очень греет. Мне кажется, что это очень справедливо. Так вот, что касается фильма «28 панфиловцев», он примерно где-то два года назад как раз примерно закончился его прокат. Но это не значит, что работа над ним была остановлена. Потому что помимо проката, вообще фильм, вышедшая картина, он вообще выживет своей жизнью. Потому что без конца приходят какие-то предложения, принятые участие в каких-то там показах, в каких-то фестивалях и прочее. В общем, всяких разных событий вокруг фильма происходит очень много. Кроме того, есть очень большой кусок, который связан с реализацией прав. Права на картину, они продаются в очень много мест. То есть это и телевизионные права, и права на платном телевидении, на кабельном, в интернете, на разные территории. И это все требует переговоров, контрактов, внимания, в общем, много-много всего. И вот все это время фильм как бы живет своей жизнью, как я уже сказал. И от нас, в частности от меня, требует внимания и участия. Кроме всего прочего, я на протяжении этих двух лет постоянно получаю письма от зрителей. Часть из них... Вначале я получал много писем после проката, потом их поток стал меньше. Но самое удивительное, это письма, которые до сих пор приходят. Это люди, которые посмотрели фильм впервые. Ну и среди них находятся те, кто хочет написать мне письмо. Я должен сказать, что... Я, конечно, понимаю, что наш фильм, он... Ну, можно сказать, что у него был зрительский успех. Но, вероятно, все равно он там пришелся, может быть, по вкусу не всем. Но надо сказать, что письма, которые приходят мне, они сплошь позитивные. Это письма благодарности в основном, в общем, очень теплые, трогательные. И, ну, на самом деле, это, конечно, письма нам. Как бы нам с вами. Потому что это наше кино. И мне это вот этим... Мне бы очень этим хотелось поделиться. И должен сказать, что вот этот вот путь, который мы прошли, создавая фильм «28 панфиловцев», это путь... Сейчас пока еще он по-прежнему уникальный. Потому что, несмотря на то, что многие попытались его повторить, но в реальности пока ни у кого не получилось. То есть, в реальности ни одна другая картина не получила такой массовой народной поддержки. И никому не удалось собрать такие средства. И, в общем, в этом смысле мы уникальны. И это по-прежнему, как мне кажется, эта история, она по-прежнему дает надежду нашим последователям. И она по-прежнему очень сильно укрепляет нас самих. То есть, она дает надежду в первую очередь нам. То есть, мы думаем о том, что если мы пустимся в новый подобный путь, то нас опять поддержат. То есть, вы опять окажетесь с нами. И вот это ощущение, вот это вот ощущение такой вот веры в наш будущий успех, оно, конечно, очень сильно греет и укрепляет. Спасибо огромное, что вы с нами. Я, кстати, когда захожу в группу, иногда я вижу, как много народу в ней по-прежнему находится. У меня такое ощущение, что все эти люди ждут от нас как раз вот новости о новом фильме. Когда, наконец, вообще случится это событие. И вот сегодня я хочу сказать, что сценарий нового фильма принят нами. Он уже вряд ли претерпят какие-то изменения. И можно сказать, о чем будет кино. Значит, вот, собственно, самое интересное. Значит, фильм мы собираемся снимать про Лидию Литвяк. Лидия Литвяк – это герой, герой Великой Отечественной войны, летчик-истребитель, молодая девушка. Я знаю, что есть небольшая часть сообщества людей, которые интересуются авиацией, историей авиации. Они, конечно, знают, кто такая Лидия Литвяк. Но если сравнить количество людей, которые знают и знали, кто такие 28 панфиловцев, и с теми, кто знает, кто такая Лидия Литвяк, окажется очень большая диспропорция. На самом деле это имя, в принципе, забыто сейчас. То есть очень мало кто знает, кто это такая была. А это очень удивительно, потому что Лидия Литвяк – это, на мой взгляд, герой, ну, это великий национальный герой. То есть это девушка, которая за время своей короткой военной биографии успела стать самым результативным летчиком-истребителем женщиной в мире. Причем, я думаю, что на все времена. Потому что я надеюсь, что вряд ли когда-либо будут еще такие войны, вряд ли когда-либо будут такие истребители. Поэтому я не думаю, что какой-либо женщине суждено сбить столько же самолетов, сколько сбила Лидия Литвяк. Я должен признаться, что к своему стыду я тоже не знал этого имени. Я натолкнулся, в общем-то, почти случайно. И когда натолкнулся на информацию о ней, стал, заинтересовался, стал искать. И открыл для себя, что это удивительная совершенно по яркости какой-то такой пронзительности и даже, я бы сказал, романтичности история вот этого удивительного человека. Причем, я хочу сказать, что она воевала под Сталинградом. Она воевала с начала... Такой наиболее яркий период пришелся на кусок 43-го года. То есть с начала 43-го года и по август месяц. Вот. И она воевала, летала на самолете Як-1. И помимо всех там событий военных, которые происходили вокруг Лидии Литвяка, вокруг этого полка, надо сказать, что она воевала... Ее лучшей подругой была Екатерина Буданова, тоже известная летчица, которая вот в таблице рейтингов лучших летчиков в мире занимает вторую строчку, сразу после Лилии. Вот. То есть ее окружали, на самом деле, выдающиеся люди и герои Советского Союза. И, в общем, как мне представляется, это история, которую хочется рассказывать. Вот. И, в общем, я когда натолкнулся на информацию о Лидии Литвяка, стал ее... Сначала я просто прочитал первые попавшиеся статьи, которые мне попались там в интернете, потом стал искать книги, покупать книги, которые там есть про нее, и прочитал, в общем, все, что смог найти. И, в общем, мне показалась эта история настолько пронзительной, настолько трогательной, настолько яркой, что, конечно, захотелось снять... Ну, захотелось посмотреть, на самом деле. Не столько снять, сколько посмотреть кино про нее. Но поскольку фильма такого нет, то, естественно, захотелось его и сделать. Вот. И вот мы, посоветовавшись с Кимом и своими друзьями, решили, что, наверное, мы возьмемся за эту работу. И мы за нее беремся. И вот сейчас мы этот проект анонсируем. Сценарий написан. Он принят. Отступать некуда. И мы будем сейчас готовиться к съемкам. Вот. Об этом, в общем-то, и хотелось рассказать главным образом. Спасибо. Спасибо.